Ребята, всем привет. Реакция бурная и понятная. Это не то передача, не то встреча, кухонные разговоры. Посмотрим, что из этого выйдет. Давайте для начала представимся. Аркадий Пекунов, композитор. Спасибо. Браво. Дэвид, просто фоконист это забыл. Заня Новиков, победитель всех конкурсов International Star в составе квартета. Вынужденно изолированный в Сибирской тайге. Также прекрасный солист, гастролирующий по всему миру. Тарас Грюсаров, человек, рассекающий по всему репертуару на своем квадрофорте. Сигвей. Сигвей. Рома Маркелов. Недавно у нас уехал в Германию. Победитель. Чемпион по дельфийским играм, да? Почти в техниках. Три золотых медали. Три золотых медали. Да. Ты тоже, я так понимаю, вынужденно изолированный где-то. Да, у себя дома. Из Германии приехал. Валик Ковалев, человек, которого можно поздравить. Да, Валик? Он поступил в Америку, прямо из Парижа. Валентин первым из отечественных саксофонистов прорубил это окно. Круто. В Америку. В новую землю. Браво, браво. Поздравляю. Два окна прорубили. Молодец, Валик. И я, Никита Зимин, лауреат. Которого ты не знаешь, как представить. С кого начнем? Какие, ребята, у вас вообще ощущения? Давайте для начала все поделимся, как у нас проистекает рабочий процесс в таких необычных условиях. Потому что ситуация необычная и своего рода уникальная сложилась. До этого опыта дистанционной педагогики и занятий музыкой практически не было. И это, конечно, очень интересно, с одной стороны. Потому что открываешь для себя новые возможности технологические, скажем так. Женя, технологии позволяют, сразу тебя перебьют, полноценно вести уроки или встречи, или... Ты знаешь, позволяют. Слава Богу, что человечество уже пришло к тому, что личное физическое присутствие, оно, конечно, желательно. Но оно не несет, как бы, такой необходимой, что ли, необходимости какой-то с собой. То есть, в принципе, в такой экстремальной ситуации можно обойтись без физического присутствия. Современные сейчас технологии и технологии записи, и видеосвязи, и аудиосвязи позволяют практически без материи заниматься, там вносить какие-то корректировки, комментарии и так далее. Тем более, если это твои ученики, ты, в принципе, знаешь... Да, да, если это... Да, если это дети или уже взрослые студенты, с которыми ты, как бы, работаешь уже не первый месяц, да, и знаешь уже, чего от них ожидать и над чем они должны работать, так или иначе, то не создает никаких проблем вот эта дистанция, и присылают записи, звонят по видеосвязи. То есть, кому-то удобнее выбирать свое, там, свой собственный режим работы, тогда присылают записи. Когда нужно непосредственно личное общение, звонят по скайпу, звонят по WhatsApp... Ну да, мне такой формат тоже знаком, потому что, как и тебе, часто гастроли, иногда ученики просто пишут, скидывают записи, пишешь комментарии, да... Ну, скажем так, что в мирное время, да, это все-таки, ну, не принято, да? Особенно в Европе, как мне нравится, броки отдавать живьем, там, гастроли, не гастроли, никого это особо не волнует, но вот сейчас сложившаяся ситуация, и, конечно же, это выход. А какая у вас система отчетности, Жень, там, во Франции? Ты где, напомни всем, где ты работаешь сейчас, в какой консерватории? На данный момент я ассистент Николя Просто консерватории Сен-Морг. Все очень просто, да. Очень просто, да, для здоровья у моей роста. И также у меня свой класс в небольшой консерватории на севере Франции, в Муайоне. Вот, кстати, Валентин, Валентин меня небезуспешно подменял там несколько раз. Понравилось, Валь, опыт педагогической работы, как тебе? На самом деле непросто. С одной стороны, ты целый день проводишь саксофоном, как бы, занимаешься, да? С другой стороны, ты вообще не занимаешься. То есть я, конечно, сейчас уже начинаю понимать, что я не завидую педагогам, которые просто проводят очень много времени со своими студентами, потому что это занимает очень много времени. Для тебя это затратно физически? Ты чувствуешь какие-то потери, дискомфорты, что уши там потом почистить надо после уроков? Или хотя, не знаю, уже не так класс, может быть, сильный? Ой, Никита, ты переоцениваешь немножко французскую школу. Ну вот, карты раскрываются. Так, так, так. Я уверен в Франции, сказал, что у французской школы есть проблемы, и не надо ее ставить, да, во главу угла. Нет, я абсолютно открыто говорю, что проблемы есть у всех, и французская школа, допустим, которую мы открывали для себя, будучи студентами, да, Никита? Да. И французская школа сегодняшняя, то есть прошло не так много времени, да, всего несколько лет, но она уже трансформировалась и видоизменилась. Она уже не представляет, как бы, собой, ну, ничего, по сути, общего с тем, что было здесь 15 лет назад. Ну, как это? Тебе есть в виду, что школа становится более интернациональной, да, в высших звеньях? В высших звеньях, безусловно, а вот что касается низшего звена, хотел сказать, что мы разговаривали про французскую школу, да, в верхнем... Да, в верхнем звене действительно там стало более все открыто, и международный уровень, и так далее. Что касается среднего, там, и низшего звена учеников, да, вот, как мне кажется, в связи с многочисленными реформами и, скажем так, либерализацией в целом вообще французской педагогики и европейской, уровень, он неизменно падает. Но в этом нет ничего страшного, как мне кажется, потому что самые талантливые и сильные ребята, которые так или иначе хотят связать себя с музыкой, все равно будут заниматься и пробиваться, правильно? Ну да, да, это точно. Но у тебя нет преференций, да, вот именно отбирать себе учеников, или кто поступает на конкурсной основе, тот и поступает, да? Да, но сейчас у нас такая интересная ситуация сложилась, Николя, просто мы делим, как бы, класс, да, и все-таки приоритет в выборе у него учеников, то есть он набирает, так как я ассистент, набирает все-таки он. Вот, и потом мой контракт, он не такой, не бесконечный, то есть он через какое-то время закончится, и я, у меня как бы нету там права выбора особого учеников. Поэтому я занимаюсь тем, с кем приходится, но там уровень достаточно серьезный. А что касается двух школ, в которых я работаю один, и как ассистент, а как уже педагог, там, конечно, как бы больше пространства для выбора и для какой-то, в общем, селекции. Ясненько. Ну давайте опять же перейдем, наверное, плавно обратно к теме, чем мы занимаемся, что-нибудь в нашей жизни творческой изменилось, может быть, поменялись какие-то... Очень сильно видны перемены у Валентина Ковалева, он очень сильно изменился в прическе. Валентин, можно спросить? Это, конечно, личный вопрос. Да, созданный решение. Да, это так получилось, или это ты к чему-то пришел, или это с переездом в Соединенные Штаты? А следующий шаг, это что, татуировка, да? Нет, что дальше? Сейчас Америка, а что потом? Потом в Россию на курсы... Давай, Калис, что там у тебя? Да. Ну, во-первых, я всегда мечтал постричься коротко, и как бы сейчас сложившись в ситуациях, что сейчас позволяет возможность попробовать поэкспериментировать. Экспериментировать с прическами, я согласен. Вот посмотрите. Ну да. Да, у всех, вообще, у всех крутых саксофонистов короткая стрижка, я смотрю, там. А я не имею в виду, что сейчас парикмахерские закрытыли, поэтому... Жан-де не мешает. Хочешь сказать, чем короче волосы, тем... Чем короче волосы, тем... Я как-то настоящий интервьюер ничего не утверждаю, я лишь привожу факты. А ты подражаешь какую-то или еще? Почему короткая прическа? Может, какой-то любимый репер или что? Или любимый тенист? Вот я не знаю, почему. Нет, на самом деле, просто, как я уже сказал, что я просто всегда мечтал попробовать как-то будет выглядеть вживу. Тем более, мы просто купили машинку буквально по интернету за пару дней до этого в описании. Мы тоже купили машинку, видишь, как мы совпадаем. Давайте к Роме перейдем, что там у него в Германии, потому что в Германии у нас не так много знакомых. Кто у нас? Тумен, да? Ася Фатеева, она такая международная из Украины, из Крыма, да? Ну, она там все-таки, она села там крепко. Ну, как тебе? Сколько ты там уже находишься? Год, два? Я полтора года, по сути, нахожусь, поэтому... А по сути, немецкой школы сексофона, как таковой, ее нет. По идее, там же, получается, работают те люди, которые в свое время учились во Франции. И ученики и тех, кто в свое время учился во Франции, поэтому нельзя так, конечно, отдельную школу... Давай перечислить, просто, что мы знали. Готье, да? Готье, потом кто? Калюна Сетран работает в Мюнхене. Ася Фатеева в Гамбурге уже работает, в Шуле, в смысле, в этой, ну, в высшей школе. В Берлине, я даже не знаю, кто там работает, кто там работает. Эрнст. Эрнст, там две, в Берлине там два вуза. Один платный, один бесплатный, а в обоих работают люди, которых я не знаю вообще. Все понятно. Но мы их тоже не очень знаем, да. Да, я думаю, вряд ли мы их когда-то уже знаем. Ну, Калюн Спермач, Готе тоже известный, Ася знает. Конечно, да. Интересный саксофонист очень, Ян Шульте Бунард, по-моему, его зовут. Ага, он работает? Он преподает, да. Он преподает еще за Берлином в какой-то из фокшуле, по-моему, Росток. Ага, Росток, и он играет в Берлинской филармонии в оркестре. Я вот сейчас, кстати, всем советую подключиться к онлайн... Трансляциям, да, Берлинской филармонии. Вернее, не трансляциям, а записи этих концертов. Они сейчас в свободном блоке, это бесплатно, да. С диджит-полкома, как называется. И там несколько записей есть как раз с саксофонистами, в том числе современной музыки, ну, в оркестре, я имею в виду. Ну, Ром, расскажи, в чем разница? Так вот. Ты у Катье. Да, мне повезло, я у Катье. Вот, и если брать, в принципе, ситуация очень сложная с тем, что сказал Женя по поводу, вот, если брать работу, в смысле, как сказать, разницу между высшим учебным заведением и вот школами, там нету вот такого понятия, как во Франции, конечно, консерватория, когда ты бакалавриат заканчиваешь, да, или как это... Точнее, он есть, но я имею в виду, что разница между школьниками и теми, кто поступает в ВУЗ, она просто огромная, это абсолютно разные, как это сказать, вообще разные полюса. И поэтому, в основном, люди, которые туда приезжают учиться, поступают, ну, например, в Иготье, они в основном из-за границы, то есть, вот, поэтому в основном весь класс это... Даже иногда, то есть, немецкие милеты не законны, это какие-то неклассные законы, иногда требуют, чтобы кто-то был в ВУЗе, обязательно из студентов, именно из гражданства в Германии. И поэтому, порой приходится брать таких ребят, которые в Иготье не хотел бы никогда взять, но такие иногда появляются. Вот, а также 90% класса — это иностранцы. Испания... А вот какие именно твои личные впечатления от процесса преподавания? Что ты новое узнал, что интересно, что свежо для тебя? В чем разница? Плюсы, если можно говорить, минусы, если смелости... Минусов пока не заметил. Плюс — это то, что ты можешь посмотреть с другой стороны на... Если вот с моей точки зрения, как я вот перехожу на занятия, допустим, к профессору, и когда слушаю уроки у других ребят, я просто прихожу, и плюс я вижу в том, что я могу... Весь тот же ребер-плак, который мы когда-то проходили в свое время, там, в академии или там, в училище, мы можем на это же посмотреть, только немного с другой стороны. И как бы уже, исходя из этого, свою собственную концепцию создать. Это вот интересно, я считаю. Что есть как бы разнообразие, это самое главное. То есть, как бы такой мир, где мы можем отсюда взять это, отсюда, это, это, это. А минусов я пока лично не заметил. Единственное, что, конечно, не хватает, как в Европе на специальности выделяется один час в неделю. То есть, иногда как-то уже по привычке ходить, иногда три раза уже хочется походить, и почаще. Но возможности, к сожалению, такой нет. Ром, скажи, пожалуйста, а есть такая штука у вас, как групповые занятия с пианистом или с пианисткой каждую неделю с профессором? Там не каждую... Там тоже, когда собирается весь класс и играют друг перед другом. Бывает такое, да, когда... Либо специально организовываются мини-концерты, как это такой негласный домашний концерт, без этих, без пиджаков, без рубашек. Вот, такое бывает. Бывает просто... Да, без рубашек. Ну просто... Какая Германия. Какая Европа, так ли? Либеральная. Какая Европа, да. Какие интересы, такие концертные. Я хочу все конкретики привести к какой-то такой. У тебя какие, может быть, самые яркие впечатления от общения с твоим профессором? Что ты, может быть, что-то новое открыл, либо какое-то свежее... Вот что именно тебя затронуло? Затронуло... Хорошо. Чисто меня лично затронуло звучание инструмента и подход к звуку. Это я был просто в восторге с первых уроков. И я вот когда начал, мы в самом начале играть... Вот, я пришел, кстати, первый урок, потому что я был... Ну как, ничего, играние принес с Сана этой пранка, то есть с первой части, по-моему. Подход к звуку, конечно, меня впечатлил и к тонкостям фразировки, то есть где-то ты можешь где-то так сделать, здесь чуть-чуть меньше, чуть больше, то есть ты каждую... Каждая фразу под микроскопом, потом к концу урока ты играешь еще раз и потом бывает, что просто он говорит, попробуем теперь вот так сыграть, и в конце концов ты какое-то свое создаешь из этого всего. Это вот именно так, на скидку, что я могу сказать. А так, конечно, нужно выбирать... Ты мне много показывает сам. Постоянно. Он постоянно. Ты считаешь. Я считаю, что это обязательно. А он даже спрашивает, как вот можно не показывать, как можно объяснить, потому что вещи такие... Ну, сложно объяснить словами. Как можно рассказать о звуке, вот его описать, если, допустим, разницу, да, допустим, между... Взять двух саксонистов между, допустим, Сугавой и, допустим, и там, и Барнкапом. Да, они звучат по-разному, но это сложно мне лично описать словами. Вот, допустим, у Сугавой там более какой-то тёплый, светлый, жёлтый. Как звук может быть тёплым, опять же? Я считаю, что это очень сложно описать, и поэтому, если человек показывает, или какие-то там тонкости, фразировки, технологические какие-то... Обязательно говорить даже, да, когда показывают? Нет, объяснить, понятно. Можно объяснить, пытаться, но если ты ещё подкрепишь это демонстрацией, то это будет гораздо эффективнее. И иногда, если не доходит словами, ты показал, и всё сразу становится понятно. Кто согласен, поднимите руки. У нас в России, может быть, есть в этом плане определённые проблемы, потому что... Я могу ошибаться, но не всегда у нас преподаватели показывают, да? Ну да. А если показывают, то лучше не показывают. Смотри, ты учился у всеми нами почтенной Маргариты Константиновны, да? Она же не показывала, да? Ну, она объясняла довольно доходчиво, если ты не понимаешь. И красочно, да, главное? Сложно не заметить, да, этого было. Да. Пройти мимо невозможно. Нет, но здесь все её ученики, кроме Жени. Мы здесь все. Женя... А, нет, мы не могли не выехать. Самый первый мигрант вообще. Женя особо... Ты в каком возрасте-то вообще уехал? Мы-то все в сознательном. Вот Аркадий... Нет, Аркадий ещё здесь. Аркадий ещё не уехал. Не уехал и уже, наверное, не уедет. Прости меня. Это чёрный юмор. Да, Аркадий, ну ничего, ты не переживай. Я не переживаю, у меня всё отлично. Мы о тебе позаботимся, Аркадий. Да, разве? Я тоже патриот Родины. Ребят, смотрите, давайте... Если они не откроют, нам будет чем заняться. Такая тема. Тот, кто уехал... Пожалел или нет? Вопрос, наверное, такой немножко простой. Я думаю, люди, которые нас услышат, им важен ответ, особенно молодёжь в раздумьях, которые с трепетом подходят, и родители с трепетом подходят. Да, да, да. Это очень важно. Очень ощутимым эмоциональным моментом. Но так всё-таки, вот как отвечаете, да? Я не пожалел. Я попробовал. 18 лет уехал. И единственное, о чём я пожалел в глобальном плане, ну как бы вот, если оглянуть как бы весь мой путь европейский, единственное, о чём я пожалел, это то, что сразу же я начал стучаться в Парижскую консерваторию и поступать в неё. Это было, конечно, опрометчиво достаточно. По своему решению или рекомендациям? По своему, ну и по рекомендациям тоже. Опыта же не было у моих. Конечно. Да, один из двух проходов. Да, как бы. Да. И вот я, к сожалению, много времени потратил именно на то, чтобы готовиться к этим экзаменам, чтобы поступать. Это был очень большой стресс. Два раза я не поступил. Ну, то есть, такие были какие-то взлёты и падения. Естественно, все через это проходят. Но мне кажется, что я мог бы как-то более плавно, что ли, к этому подойти и заниматься немножко другими вещами на начальном этапе. Более важными, что ли. У тебя есть ощущение, что ты где-то упустил или сейчас как бы ты всё нагнал? Потому что, если можно, перечисли, пожалуйста, своих почтенных преподавателей, потому что ты где-то только не поучился. Ощущение, что упустил, нет. Есть ощущение, что, может быть, порядок слегка был нарушен. Какой порядок? Скажи, пожалуйста. Если ты понимаешь, о чём я говорю. То есть, нужно было, может быть, пару лет позаниматься спокойно технологией, а не как бы долбиться головой об стену. поступая в Парижскую консерваторию, хотя понятно сейчас, уже по прошествии лет, что шансов было очень мало. По той моей идее, там, десятилетней давности, да, грубо говоря. Скажи, пожалуйста, у кого ты учился? Первый педагог был Николя Прост, у которого я сейчас ассистент. Так. Это во Франции, ты имеешь? Вот. Во Франции, да. А начать стоит, конечно же, с упоминания Андрея Анатольевича Турыгина, заслуженного артиста России, преподавателя Новосибирской специальной музыкальной школы. Вот, гениальный педагог. Я, кстати, пользуясь случаем, рекомендую Аркадий тебе, этого замечательного музыканта и человека, для дальнейших твоих интервью, потому что ему есть о чём нам всем рассказать. Да, было бы круто. Было бы круто. Хорошо, я буду очень рад, я буду очень рад, если мы сделаем с ним выпуск. Андрей, ты будешь? Жень, можно я признаюсь в своих откровениях? Ты был для меня одним из первых таких мотиваторов. Я тебя видел по телевизору, ты был стипендиатом... Спивакова. Да, был стипендиатом Спивакова. Я тебя видел с Чардышем Монти по телевизору, я обалдел. Это, наверное, вы выступали в ещё тогда существующем концертном зале «Россия». Я помню, тебе задали вопрос, вы будете там музыкантом или что-то такое в будущем? Ты сказал, да я уверен, я помню. Слушай, а я почему-то не помню этого интервью. Ну, а я помню, видишь, какая у меня память. Спасибо, Никит, очень приятно слышать слова. На самом деле я помню, потому что мы в Вологде все обалдели, мой преподаватель Сергей Тимфич Кузнецов. Потом мы ездили на конкурс в Челябинск, где ты занял первое место. А мы там познакомились с тобой? Не очень, не очень познакомились, ты тогда вообще был прям очень крутой, у тебя вот такая вот биография была в буклете. И у нас уже такие... Так говоришь, как будто ты меня уже списал со счетов, отправил на пенсию. Да, вот. Да, разумеется. А когда ты был? Да, это ты уже потом рассказал. Но я помню, ты тогда очень круто играл. Это к тому, что откуда ты вышел, к твоему преподавателю, который уже твой талант раскрыл как мог. Вот. Дальше кто у тебя был? Да, спасибо за приятные слова, Никит. Дальше Винсент Давид, мировая звезда, всем вам прекрасно известный. С ним я тоже прозанимался, по-моему, два или три года. Три года, если я не ошибаюсь. Да, три года, и он меня подготовил и как бы направил к Арно Борнкампу, потому что, когда второй раз у меня не получилось поступить в лавриат Парижской консерватории, я очень сильно засомневался вообще как бы в сути происходящего и была такая... Депрессия? Артистическая депрессия, ну, непродолжительная, как бы в столь юном возрасте это все переносится еще как-то более-менее спокойно, такие потрясения. Но это действительно было так, и он мне очень сильно помог, Винсент, я имею в виду, направил к Арно, сказал, что тебе нужно вот, наверное, как-то сменить курс, посмотреть, где тебе будет комфортнее, кто тебя действительно сможет раскрыть с наилучшей стороны и как бы раскрыть самые сильные твои качества, которые, безусловно, там есть, и они как бы не оспариваются никем, просто очень специфическая, как бы, школа Парижская консерватория и особенно класс Деланглия, это специфическая очень структура, и вы мне не дадите соврать, те, кто учился у Клода, что это не каждому подходит. Согласен. Женя, вопрос тогда к тебе такой вот, извините, что перебил, насчет, я, кстати, по-моему, его задавал в нашем интервью с Женей Новикой, началась моя программа. Оно выставлено, это интервью. Я думаю, мы еще когда-нибудь вернемся. Мы вернемся, да, я очень хочу сделать с тобой повторный выпуск, да, это была наша такая проба пера, но с него все началось. Так вот, вопрос к тебе такой, насчет вот этого отношения. У нас очень часто преподаватели в России, они вот такие, знаешь, очень ревностные, они говорят, вот только у меня учиться, если ты едешь к кому-то другому, ты предатель. Отношения, вот Винсента, Давида, Николя, просто вообще ты учился у очень многих преподавателей, насколько это повлияло на отношения в дальнейшем друг с другом. И сталкивался ли ты лично с какими-то такими моментами расставания, ревности или чего-то такого? Расскажи, пожалуйста, об этом. Ты знаешь, нет. Как ни странно, меня наоборот все старались как-то выпихнуть из своих объятий и отправить к кому-то другому по прошествии двух-трех лет, как правило. Все, надоело. То есть ты считаешь, что это правильно поучиться у разных преподавателей, да? Я считаю, что это единственный правильный путь достижения многогранности в артистической личности. Я очень хотел, да, чтобы это все услышали. Да, мне кажется, это... Иначе будет музыкант однобоким и неинтересным с точки зрения внутреннего мира. Сейчас я немного воткнусь в разговор. Я вообще заметил, это в общем в Европе такая тенденция идет, что ты в принципе не очень ревностно относишься, если ты к кому-то другому ходишь, где-то какие-то уроки слушаешь там что-то вот, допустим, тебе педагог говорит так-то, так-то, ты говоришь, что я вот был, допустим, там, неделю назад на уроке вот такого-то там флейтиста, допустим, профессора, и он говорит, что типа такие вещи можно играть или нужно, допустим, особенно в барочной музыке, допустим, с примеру. Допустим, такие-то марденты, стрели или все украшения играют вот так-то, вот так-то, вот так-то. И им тебе могут сказать, да, действительно, ну давай либо, давай форму оставить, как ты говоришь, или пойдем сходим, поиграем ему больше, чтобы он нам что-то еще подсказал. То есть нет такого типа, я один, я вот один знаю, как надо. Я вот это замечаю, это в общем так происходит. Да, да, я с тобой за границей. Я заметил, что никакого ревностного такого отношения нет, то есть они наоборот меня лично просто толкают, расходи там туда-то, знаешь, вот этого педагога, нет такой-то, вот сходи к нему в там 316 класс, допустим, и узнай, кто это, посиди на уроке и так далее. То есть наоборот есть к чему стремиться, да, в этом плане? В этом плане, да. Я суть с тобой, да, единственное, что добавлю, что, как мне кажется, в Европе тоже это есть, что чем старше педагог, тем, ну, сентиментальнее, что ли, они относятся к... Тем он спокойнее, тем он спокойнее намного. Потому что, допустим, ну, Никита учился в одно время, да, у Клода. Сколько лет назад? Пять лет назад? Ну да. Мы будем сравнивать... Не так давно, не так давно было. Если, допустим, даже сравнивать пять лет назад, мне кажется, он был намного интенсивнее, чем сейчас. Потому что сейчас он уже в предвкушении своей пенсии находится, скоро через, сколько, пять лет, через четыре года. Он обретает внутренний покой. Он совершенно, почти абсолютно спокойно ко всем относится. То есть нет такого, что он гнобит кого-то там больше, чем другого, там, просто, как бы, спокойно. Просто гнобит. Нет, да, гнобит. То есть мы больше, как бы, обмениваемся своими знаниями. То есть он может спокойно спросить, там, аппликатуру, допустим. Ты можешь ему показать, ты можешь у него спросить, там, в течение урока ты можешь у кого-нибудь из студентов, которые присутствуют на занятии, спросить какую-то аппликатуру, или как, допустим, там, не знаю, флуората играть, или всё что угодно, любую технику. Или какую-то информацию по произведению. Да, сейчас так. Говорят немножечко по-другому, когда он формировал свою такую направленность, которая отложила мощнейший отпечаток. Если взять его, скажем так, прямой кларнитовый подход к звучанию, да, то есть раньше вы помните, как играли De Foyer, Mule, да, Rush, абсолютно другое такое подражание вибрато к итальянской манере скрипичной игры. То есть он это отрезал своим прямым звуком, и, конечно, да, и был в этом плане кардинален, да. Сейчас, может быть, стал более мягким, да. То есть люди, ну, не все люди меняются. Вот мы, например, кто коснулся, кто имел опыт соприкосновения с Маргаритой Константиновной, с шапочниками, да. Ну, я думаю, что... Здесь надо немножечко сделать маленькую такую ремарочку. Не то, что совсем не меняются, меняются просто с разной интенсивностью, вот. Ну, в чем-то, в чем-то действительно совсем не меняются, вот. Но, например, ну, я как действующий ее ученик могу сказать о том, что, например, вот сегодня прошла специальность по скайпу с ней, и меня радует... То есть я сейчас скажу о плюсах и о минусах, не буду это скрывать, как я считаю. Меня очень радует ее неугомонность, потому что 90, может быть, процентов педагогов Академии вообще на это забивают, потому что отчитаться перед администрацией не так сложно, прислав записи студентов. Да. Она занимается по скайпу, делает скриншоты, дает новые задания. Мы уже сдали ей академический зачет по записям. Мы все прислали, весь наш класс. То есть вот эта вот неугомонность в ее возрасте 80 лет, это очень круто. Это то, что я понимаю. Она на самом деле просто честна перед собой и перед музыкой, потому что она делает то, как она умеет и как она знает, абсолютно честно и искренне перед собой. То есть она реально музыкант абсолютно преданному своему делу и служит ему абсолютно... Искренне. Искренне, да, спасибо. И мне кажется, это один из факторов, который сохраняет ее здоровье просто физическое. Скоро 80 лет, мы должны отпраздновать от Бабаха к юбилей. От Бабаха, да, только вот надеюсь, что... Хотелось бы, чтобы это все произошло, да. Если что, он перенесет в любом случае концерт и фестиваль. Я бы хотел вклиниться вот в этот диалог сейчас. Я внимательно слушал все, что говорили коллеги иностранные, наши партнеры. Я бы хотел обратить внимание вот на что и о чем бы хотел сейчас поговорить. Как вы считаете, ну сейчас ввиду ряда причин, по которым я сижу дома, за городом, и как бы имею возможность много смотреть, слушать и анализировать, пришла такая мысль. Как вы считаете, откуда все-таки, если разобраться, берется вот эта самая специфика такой отечественной ревности педагогической? Есть ли она в нашем отечестве, то есть в своем отечестве, если мы говорим о России, вот, эта педагогическая ревность, имеет ли она национальные какие-то корни, да? То есть я пытаюсь к чему сейчас привести? К тому, что, как бы скажем, сейчас мы, конечно, все европизируемся в той или иной степени, но вот это слово «мы все», оно всегда меня так, ну, рука тянется к револьверу. «Мы все» – это полтора процента населения. Ну, для тех, кто об этом не знает. Вот, в основном люди остаются верны традициям каким-то, причем не всегда они в хорошую сторону могут нас завести, хотя я не говорю о том, что нужно оставаться верным там каким-то вещам, которые, ну, вообще, приняли, грубо говоря, там, я имею в нашу русскую музыку, да, которую нужно играть, и мне кажется, мы, русские сасфонисты, как никто, знаем ее ценность даже в переложительном таком аспекте, да, исполнении. Но все-таки имеет ли вот эта ревность, это вопрос сейчас к Жене, к Вале, может быть, к Никите, кто может ответить, кроме, естественно, к тем, кто побывал за границей, поучился там. Имеет ли это национальный какой-то масштаб, то есть есть ли в этом какая-то наша российская действительность в этой ревности, или это все-таки то, что нужно искоренять не на таком уровне, на котором мы сейчас говорим, а это просто вопрос того, что мы, например, были под Железным Занавесом в долгое время, да, исторически. Я думаю, что, скорее всего, вот именно Железный Занавес, потому что тогда нужно, чтобы ответить именно максимально точно этот вопрос, нужно более промежуток какой-то, более крупный, чтобы Железный Занавес, ну, там, когда 40 лет назад только закончился, и сложно сказать. Гласность, да, примерно в 80-е годы. Да, 80-е годы, и в 40-е годы. Нет, не Советский Союз, а именно вот закрытость Советского Союза. Нет-нет-нет, я имею в виду гласность, период гласности, когда можно было выезжать, я вот об этом. Да-да-да-да, 80-е годы. Вот. А вот так массово уезжать, учиться и познавать, как бы, европейские и западные техники и школы начали только в конце 90-х, по-моему. Я бы даже сказал еще позже, если говорить совсем... Да, это вопрос-то я был, у них были, возможно, финансы, тут вопрос не был, да. То есть, то, что границы были открыты, еще ничего не означает, да, абсолютно верно, поэтому тут нельзя. Потом визовый режим очень сложный, очень сложный, особенно, постоянно, даже если ты, бывают, были случаи, когда люди поступали, но им там не открывали по каким-то вопросам визы, по каким-то причинам, то есть это все так вот, вот эти вот отношения политические, да, они мешали. Да, так, на ментальность, что ли, наших педагогов. Вот, и насчет именно того, что как-то имеется в виду какая-то национальная, да, это одна из, наверное, национальных черт в России, но я не могу сказать, даже пока на данном этапе не могу сказать, почему так это происходит. Вот, может быть, они, может быть, в Европе они наверняка, я думаю, даже не наверняка, а 100% они довольно ревностно друг к другу относятся, то есть не друг к другу, а к ученикам, но они просто элементарно не могут это говорить, потому что они более, как это все, привыкли свои эмоции немного в себе держать, все, что ты думаешь по этому поводу, потому что там очень легко обидеть, обидеть человека очень легко. Они очень обидчивые, они порой не понимают наш русский юмор, поэтому сложно сказать. Да, вот Валь, можно у Валь? Не только немцев, у нас такая же ситуация, допустим, вначале, когда я только приехал во Францию, я мог себе позволить какие-то, может быть, глупости сказать, а люди потом это воспринимают, и потом у них эта информация стоит в голове, потом они к тебе абсолютно по-другому относятся уже. То есть ты вроде бы ничего не сделал, ничего не сказал, какую-то глупость, а потом они уже додумывают в себе в голове, что какая-то ерунда с ним. Валь, если позволишь задать тебе такой вопрос, был какой-то скандальный пост, по-моему, на Фейсбуке, где ты вообще прославился на весь мир, расскажи, пожалуйста, что произошло там. Я просто скандировался вот так вот с Пипитером, в котором был написан логотип Сельмера. И просто написал, что просто была пора в Фейсбуке того, что много-много постилось новых артистов Сельмера. Я взял, типа, в шутку написал, что официально я все еще не артист Сельмера. Там куча лайков поначалу, там просто все смеются, там улыбаются. До того времени пока не написал, что не мешай, что это за ерунда, ты кого из себя тут возомнил, тебе тут надо еще разговариваться. Миша, он довольно серьезный тип в этом плане, конечно, и себе образ создал очень серьезного мужика. Как, по-твоему, что его так зацепило в этой шутке? Да, хороший вопрос. Зацепило, даже не знаю, что... Учитывая, что он не артист Сельмера. Да. Видимо, сопричастность какая-то, да? И смотрите, тут важный момент, ребят. Если его что-то зацепило, и он бы хотел это действительно донести до Вали, он же знает Валю, несколько раз занимались, он бы мог написать ему лично. Но это было сделано публично. Хайп. Тоже своего рода хайп. Миша на хайпе, да. Ребят, на самом деле все просто. Это была рекламная интеграция компании Сельмера, они проплатили эту свежуху. Я бы на твоем месте предъявил им счет, потому что такой рекламы эффективной давно у них не было. Абсолютно верно. Они также могут и Вали счет предъявить, за то, что используют их логотипы или все такое. Да, это Европа. Так что ты смотри там осторожно. Если у тебя есть хороший юрист, то держи его рядом всегда. Дорогие ситуации. Я не думаю... Если вы позволите... Сейчас судиться с Валентином, это в приоритете у компании Сельмера. Особенно глядя на его прическу, с ним лучше не то, что... Не то, что... Не связываться, не то, что там... Тогда за лысый рост. А я, у меня... Да, у меня вопрос такого рода. Кто из вас видел на просторах интернета шокирующие видео, которые... Ну, я не могу о них не поговорить сегодня, потому что они меня действительно немножко трогают. Во всех отношениях... Значит, сейчас расскажу в каких. Видео, где высмеивается исполнение, значит... Ну, на мой взгляд, высмеивается. Опять же, я так вижу там действительно такой жесткий стек. В адрес нескольких наших отечественных российских профессоров. И вследствие этого я задам еще ряд вопросов. Но после того, как мы вот это обсудим. Для меня просто важно... Я вот прошу прощения, что я занимаю этим эфиром. Вот. Кто-то их из вас видел. И если видел, что он об этом думает, я сейчас обращаюсь. Никита... Ты хочешь время признаваться, да? Вот, кстати, тоже. Да, вот сейчас будет точная ставка. Точная ставка, да. Просто мне интересно, как на это реагируют вообще люди. И есть ли нечто подобное, связанное с профессорами там за рубежом? Какой-то стек в интернет. Сразу говорят, такого нет. Вот такой вопрос следовать, как следствие этого вопроса. Не, мне кажется, что все студенты, которые, допустим, учатся в нашем классе, они прежде перед другими студентами из других профессоров, они стараются как бы донести нашего профессора как в хорошем свете. Абсолютно нет, правильно, мне кажется. Конечно. Даже если у нас какие-то есть фотографии, которые, допустим, могут кому-то показаться смешными, допустим, нашего профессора, да, мы ни в коем случае их никому не покажем. Мне кажется, это нормально и абсолютно адекватно. Аналогичная ситуация, то есть у нас постоянно какие-то шутки, приколы, компромата, компромата на профессоров, у меня тут весь телефон звонит. То есть... Потому что постоянно, потому что постоянно какие-то приколы, и вот они там присылают, у нас группа большая в WhatsApp, то есть если кто-то пришлет, это автоматически сохраняется в телефон. И куча разных приколов, как шеф в детстве играл и так далее, и как... Вот я бы хотел... То, что я думал... Друзья мои, есть разница между... Подождите, я просто вставлю свои два цента. Есть разница между компроматом приватного характера, который вне зоны доступа в принципе. Но насколько мне известно, вот эти видеоролики, которые я видел сам, они сделаны из компромата, сделаны, выложены в общий доступ в интернет, в YouTube. Ну, конечно. Я считаю, что это некрасиво, мягко говоря. Да, это ужасно. То есть что здесь... Вот, Валя, вот скажи, там была одна история... Я делал пароход, вот этот паровоз с дымом. Ну, первая реакция была просто смешно, да, а вторая реакция то, что некрасиво, да. Абсолютно некрасиво. Да. Вот откуда это берется, кто это делает, почему... Нет, я понимаю, что даже если кто-то из нас, он никогда его не признает. Но мне интересно, откуда... Откуда я тоже... Откуда берется вот этот все? Почему он у нас зарождается? В чем его причина и почему он не появляется назад? Из доступных не путайте, да? То есть лично я там себя в ванной сфотографировал, и кому-то прислал, и это из этого сделали. Это одна история. Но когда это в Ютубе лежит, то есть почему? Почему люди себе такое позволяют? С чем это связано? Это, наверное, облеск какой-то неполноценности. Потому что вот пример есть. У нас был недавно в Германии место освободилось в ВУЗе. Это тоже, видимо, даже не освободилось, а, по-моему, открывать хотели. В маленьком городке. Но, тем не менее, это как бы высшая школа, то есть там, в принципе, и зарплата очень хорошая, и есть смысл туда влезть. И вот у нас туда был довольно такой серьёзный конкурс, и взяли одного парня. Но при этом я не заметил, чтобы остальные как-то даже плохо о нём высказывались. Или вот когда вот там конкурс, там много полезных из нас, кто закончил, там нужно определённый ВУЗе в нашем ещё закончить, определённое звание получить после мастера. И я не заметил, что кто-то именно как-то вот как-то по-тёмному отзывался даже вот между собой, между нами. А человек, который получил это место, то есть, не знаю. И тем более, я больше, чем уверен, что никто даже не будет заниматься этим. У них даже в голове, наверное, такого нету взять и какой-то видеокомпромат это делает. Это вообще даже... Они просто даже не догадаются от такого. Это чисто русская смекалка. Это русская смекалка называется. Русская смекалка. Но, да, я согласен. То есть, тут действительно, да, можно прикопаться к кому угодно. Вот у меня вопрос был к Вале Ковалёву. Вот ты сейчас, Рома, описал вот эти все вот, ну, как бы, ну, скажем так, возможные причины появления такого рода. Дело на самом деле не шуточное, потому что я лично вижу в этом определённого рода угрозу. Угрозу в том числе и нашему миру, саксофановому, да. Валь, когда-то ты был автором одного, ну, как бы, мне не стыдно сказать, действительно смешного ролика, который ты сделал сам. Ну, естественно, обрушилась гора негатива, критики в твой адрес, там, удаление из друзей, там, какие-то обидки. Так что за ролик, ребята, извините. Можно настроиться, пожалуйста? Просто за несколько месяцев до этого ролика я участвовал на конкурсе, организованном с, не без помощи, Сергея Колесова. И вследствие я получил, при неплохой игре на конкурсе, я получил третье место, разделяя его вообще с кем-то там другим, там, первое место, два вторых, три третьих, что-то такого рода было. То есть меня опустили, допустим, ну, то, что я там шестого места. Я не говорю, что я всегда должен быть первым, да? Просто я осознавал качество той игры, которую я предоставил на конкурсе, да? И, на мой взгляд, это было несправедливо. 2016-17 год, что-то такое. Я думаю, сейчас в 2020-м Валя бы просто не стал бы это делать, эту ситуацию, в общем. Потому что как-то... Конечно, да. Ну, во-первых, я бы не участвовал на таких конкурсах, а, ну, не дело в том, что это плохой конкурс, да, я не говорю. Просто сейчас я уже не на таком уровне, чтобы я участвовал на российских конкурсах. Это было бы немножко, как сказать, неуважительно... Не посетитель шапка, только на обороне, да? Нет, не просто, неуважительно к тем людям, которым этим... Нуждались ли бы в этом конкурсе, да? Допустим, нужна им в участии, какой-то, не знаю, стимул. В любом случае, мы участвуем в конкурсе, чтобы, не знаю, на нашем уровне чего-то добиться, да? Какое-то место занять. Мы не участвуем в конкурсе, а заранее уже обговоренным, что мы займем там первое место. Никакого интереса там не будет. В любом случае, это рост музыкальный. На премию, да. Согласен. Ну, все-таки, возвращаясь к ролику, да. Да. Ну, конечно, не без доли глупостей я записал это видео, так сказать, пародирующее движение нашего любимого саксофониста. Но... Время прошло, но до сих пор... А ролик остался? А ролик остался? А ролик остался? Абиды... Ну, и ролик остался, и обиды не с моей стороны, а со стороны Сергея остались. Ну, было бы странно, если они были с твоей стороны, да, конечно. Но самого тебя обижаться, как мне очень даже. Если это живет и зарождается, значит, то этого есть причина. И как ты верно сказал, нет дыма без огня. То есть, все-таки огонь. Почему появляется это? То есть, для этого есть почва, получается, раз она... Есть почва, да? Когда тебя просто обижают, человеку свойственно ответить на это, да? Конечно, лучше быть сильнее и не отвечать на этого рода провокации, да? То есть, быть выше, как бы, типа, да? Обходить, обходиться без этого, да? Но в силу возраста я такую область сделал, конечно, я признаю. Вы знаете, тут еще такой момент, который, мне кажется, надо затронуть. Тут вопрос с обратной стороны. Со стороны о том, как ты это все воспринимаешь. Например, если бы обо мне бы сделали ролик, я бы был только рад. Потому что это смешно, это прикольно, просто если вот ты обижаешься, ну, не знаю, ну, можно, конечно, пообижаться. Да, мне тоже это, у меня тоже такое восприятие, что мне это не доставляет никогда никакой обиды. То есть, я вообще к этому как-то отношусь очень спокойно, к любым вообще стебам, абсолютно. То есть, я вообще в этом, лично мое мнение, я в этом большие проблемы не вижу в целом, в глобальном смысле, поэтому, сори. Вот, то есть, сделали, просто, ну, как бы, дела, факты человеческие, да? То, как мы, какие мы люди, как мы играем, ну, если мы говорим о творчестве, они все расставят на свои места, по большому счету. Мне кажется, что надо сфокусировать еще внимание на том, что действительно, откуда могут быть обиды. Например, если ты читаешь определенного рода, раз мы заговорили об интернете, да, комментарии, да, ты там что-то выкладываешь и ждешь реакции, да? Там, некоторые люди там с ума сходят, там, считают там лайки, либо комментарии, и также относятся очень болезненно к негативным комментариям свой адрес. Если людям заняться нечем, да, и они живут, у них самое интересное в жизни, то, что происходит, это сходить там, еду приготовить, да? Это один уровень восприятия, да? Степень серьезности именно восприятия. Другое дело, когда тебя кто-то выложил, ты даже не в курсе, что там тебя выложили, и ты там полетел на следующие гастроли, и совершенно другой уровень восприятия. Если вы возьмете суперизвестных медийных личностей, там, ну, понятно, с нами вообще даже подметки мы не годимся по уровню популярности, да? Сколько хейт на них обрушиваются, и ничего люди живут. Кто-то, конечно, бывает и не справляется, спевает. Это бывают такие случаи, но мы должны и учеников своих готовить, ну, конечно, об этом рано еще говорить, потому что нам всем до славы и популярности достаточно далеко. Кстати, я согласен с тобой, Никита, в том плане, что здесь же есть два полиса, то есть все люди, они стремятся к какой-то самореализации, когда кто-то, ну, касается их самореализации, как-то подвергает ее каким-то нападкам, это больно и неприятно, но когда, например, у меня появилась программа, первые плохие комментарии я очень болезненно воспринимал, прошло три с половиной года, я сейчас радуюсь, когда люди пишут какой-то хейт, на самом деле радуюсь, потому что это очень клево показывает, что я сделал не так, где я не прав, то есть вообще другое восприятие абсолютно, нежели три года назад. То есть три года назад просто хотелось там все бросить, ничего не публиковать, ничего не выкладывать, а сейчас совсем не так, то есть вообще никакой обиды ни на кого абсолютно, то есть какой бы комментарий бы не был. Причем, если брать конкурсную ситуацию, действительно у всех своя правда, вот в одном конкурсе ты побеждаешь, в другом конкурсе, имея за плечами кубки и медали, ты пролетаешь, причем ты можешь играть удачно и успешно, на свой взгляд, а для других людей не попал. Не попал, это очень все субъективно, где-то ты попал, где-то ты не попал, это бывает. Где-то засудили, а где-то реально не засудили, потому что вот ситуация так сложилась, и просто люди, люди же субъективные существа, каждый судит со своей колокольни, может у кого-то какая-то предыстория есть, кто-то где-то не понравился, кто-то наоборот кому-то дал лишний урок и запомнился. Это все влияет, у кого-то, когда ты даже просто ты сидишь в жюри, туры, как правило, они не учитываются по баллам, но все равно субъективно ты складываешь определенную картинку, у тебя появляются какие-то любимчики, ну, скажем так, условно. Все равно все судят так, как умеют, основываясь на своем опыте, да. И всем не угодишь, всем не угодишь. А еще бывает даже ситуация боли, вот ты говоришь, да, вот у тебя есть кубки медалей, ты на одном куксе выигрываешь, и на другом ты пролетаешь. А есть люди даже, которые в жизни на фокусе не участвовали, но тем не менее имеют огромное количество концертов. так что я думаю, что нет смысла просто обережаться. У нас, не в нашем сегменте, не в нашем сегменте происходит с аккафона, да. Как сложно, наверное, добиться. Опять же, если мы рассматриваем нашу ситуацию, естественно, мы, наверное, мечтаем играть с замечательными дирижерами в известных филармониях, да. Хотя бы просто в некой филармонии. Амбициозные здесь в творческом плане, безусловно. И все, кто сейчас здесь находится, ребята за плечами имеют очень много собственных, личных, творческих достижений. Жене Новикова у меня вопрос сейчас есть. Вот там на протяжении многих лет ты живешь за границей. Расскажи, пожалуйста, как себя чувствует саксофон там за границей среди вот обыкновенных таких инструментов, как портепиано, скрипка, виолончель, допустим, мальт. Вот. Ну, не берем там деревянные духовые. Давай возьмем вот те, с кем мы вот, на кого мы мечтаем быть похожими, то есть на скрипке. Если мечтаем, потому что саксофон это вы помните. Ну, конечно, да. Я имею в виду, что в каком-то смысле. С маркетинговой точки зрения, да? Да, с точки зрения популяризации. И как вообще к саксофонистам, да, как вообще к саксофонистам относятся вот эти обладатели прекрасных струнно-смычковых вот, и клавишных инструментов классических, насколько интересны, может быть, ансамбли какие-то вместе. У тебя большой опыт там проживания, гораздо больше, чем у остальных присутствующих. Вот расскажи об этом, это очень интересно. Вот именно коллаборации. Да, спасибо за вопрос, Тарас. Все зависит, на самом деле, от страны и от конкретной ситуации. То есть, если во Франции, как я уже сказал вначале, ну, хотя мы больше про педагогику все-таки говорили, а не про исполнительское искусство. Но во Франции тоже не все так гладко. Именно с позицией вот инструмента на профессиональной сцене. То есть, с точки зрения исполнительского искусства и филармонической деятельности, по-моему, позиции очень такие шаткие у саксофона. Всем вам известны там звезды французского классического саксофона, такие как Клод, Винцент, да, Жам Дени, тот же Миша. Можете меня поправить, но, по-моему, 90% своих концертов они играют за пределами своей собственной страны. Как правило, это Азия. Да, да, да. Концертная деятельность. Они в России, возможно, даже чаще приезжают сыграть концерт, дать мастер-класс. Но даже в последнее время в Москве проще сыграть концерт, чем в Париже. Я могу добавить, что Клод за все время существования Парижской филармонии, которой не так много лет, сколько, 5 лет, наверное, он и выступал с оркестром Рапсодия Ди Би Си один раз, два года назад. Ты имеешь в виду новый концертный зал, не в целом? Новый концертный зал филармонии, который достаточно новый. 5 лет существует. 5 лет саксофон выступал один раз, и этот был Клод с Рапсодией Ди Би Си. То есть буквально 10 минут и все. Самый первый концерт за много лет с оркестром симфоническим сыграл даже не французский саксофонист, а Тим Макалестер сыграл 3-4 года назад впервые европейскую Джона Адамса концерт. А до этого я представляю, как французские саксофонисты кусали локти, когда узнали, что американский классический играть в Парижской филармонии. Поэтому Валя поехал к нему учиться. Молодец! Немного, немного, кстати, сейчас немного добавлю как раз насчет к этой теме. Сейчас мы обсуждали немного Францию, как там тоже все не так гладко, как, может быть, всем казалось немного раньше, пока мы здесь жили и учились в России. В Германии немножко по-другому ситуацию. Смотрите, там я такую вещь заметил, что вообще гораздо больше шансов у музыкантов не супер топового уровня получать концерты. Как это происходит? Есть в каждой земле, в каждом районе Германии, области на русский язык, если переводить, есть специальные, как это называют, по-немецки, знаю, по-русски не знаю, в общем, как организации, которые дают какие-то либо стипендии, либо концерты, за которые оплатят какие-то там фонды, да, типа фонды, которые дают фонд и дают тебе концерты. И хороший момент заключается в том, что так получилось, что в Германии так устроена вот именно инфраструктура, что в каждом, даже маленьком городке, в каждой деревушке есть хороший концертный зал. Он может быть небольшим, но он нереально с хорошей акустикой и очень хорошо красиво сделан, то есть вот, и люди ходят на концерты, то есть и у тебя есть возможность это получить. К сожалению, вот у меня в мае должен был быть как раз одно прослушивание в один из фондов, и вот из-за коронавируса его, видимо, вообще отменен будет или будет перенесен. То есть есть шанс, не имея какие-то огромные там кучу кубков, кучу конкурсов, получить свою долю, сыграть просто прослушивание именно организатором. Там сидят в комиссии, помимо музыкантов, сидят пиар-менеджеры, сидят всякие вот именно люди, которые организацией занимаются. То есть не значит, что тебя будут слушать только музыканты и только саксофонисты. То есть это дает какой-то небольшой шанс проявить себя людям, которые не повезло на кокурсах. У нас есть такие случаи, как здесь в Германии, даже есть саксофонисты, немцы закончили в Готи в свое время учиться, они даже дают концерты во Франции. И я вот такой думаю, в небольших каких-то городах, может, деревушках даже в каком-то плане, но тем не менее во Франции. И вот я тоже, когда первый раз услышал, я даже подумал, зачем это надо, если можно просто выйти в отбор, зайти в любую консерваторию, в том месте, найти отличного саксофониста, который тебе даст прекрасный концерт и в хорошем качестве, без регистрации СМС, как называют, да? И вот в этом плане Германия немножко она дает фуру. И я вот это заметил, но тоже, опять же, не все так просто получить. Если ты какая-то красивая, если вот ты играешь, хорошо, ты являешься какой-то красивой прям вот реальной девочкой, то тебе гораздо проще что-то получить, чем ты вот играешь, допустим, очень хорошо, но ты некрасивая девочка. Вот это пример. Такой тоже мы... Да, ты роман. я соглашусь. То есть надо попасть в формат интертеймента, да? Ты же все против сексизма, а тут как-то Никита, ты бы не прошел там. Нет. Знаете, как у многих карьера начинается? Добавлю просто по поводу сексизма, что я думаю, что это тут совершенно ни при чем, просто против природы не попрешь. И как бы человеку любого пола приятнее смотреть на концерте на красивую молодую женщину на сцене, нежели какого-то там обвисшего, обрюзшего, лысого, непонятно кого. Это мы о каком формате музыкирования говорим? Классическая музыка? Да. Да. Вы будете смеяться? Ну да. Это будет в любом случае иметь место. Чтобы получало с этой сцены, все равно визуальный эффект, оно приятнее глазу, когда... Особенно, если в зале находится именно не профессионал такого, то есть не, допустим, если мы идем на концерт скрипача, то есть если ты не скрипач, а просто даже музыкант или просто любитель музыки, то скорее всего тебе будет именно приятно смотреть больше картинку, чем действительно исполнение, потому что все тонкости ты даже не сможешь уловить. Ну да. И даже не поймешь. Спасибо за ответы, Рома и Жень. Но все-таки, Жень, коллаборации. Какие-то ансамбли, в которых саксофон имеет место? То есть я имею в виду, допустим, струнный квартет или пятым инструментом. современной музыки, конечно. Да, вот расскажи об этом. 99% ансамблевые игры это ансамбли современной музыки. Они со скрипками, со струнными все, да? Да. Со струнными, с ударными, с звуковыми. Насколько это актуально, насколько это интересно и насколько это, извиняюсь, прибыльно? С прибылью проблемка. Все отменяем. Это все, как правило, очень такие инициативные группы музыкантов, если им как бы позволяет их уровень, да, что ли, выйти на какой-то национальный более-менее масштаб и получить какие-то субсидии, да, или гранты. Тогда, конечно, проще весь этот процесс организовать. А зачастую это просто на голом энтузиазме вот собираются как камерные ансамбли и на проектной основе, значит, да, какие-то там создают проект. На проектной основе создают программы концертные, я имею в виду. Вот, и, сколько билетов продали, столько и получили. Как правило, это так. Ну, по крайней мере, вот в Голландии, да, или во Франции. В России это тоже так сейчас, ну, в Москве в частности. за одним исключением, там есть ансамбль интерконтемпоран, который субсидируется государством. То есть, это один из уникальных таких ансамблей современной музыки, вообще в мировой практике, по пальцам одной руки пересчитать в мире таких ансамблей. В мире, то есть, я, насколько знаю, в Вене есть, по-моему, кланг-форум, да? есть в Кёльне, Ром, если я не ошибаюсь, ансамбль современной музыки, профессиональной музыки. Да, Иркам, Иркам есть свой ансамбль, который тоже... Я знаю, что у нас огромная, я знаю, что у нас огромная студия в Кёльне, вот именно современной музыки, то есть, большие эксперты в этой области находятся, но... в Германии, опять же, она лидирует по вот этим показателям, тоже там, вот, Music Fabric, да, вот это, вот я об этом, да. по-моему, какой-то... Ансамбль Модерн, по-моему, называется. Да, ну, что-то тут точно есть. Ансамбль Модерн субсидирует вообще свою собственную программу обучающую, то есть, они выдают диплом мастера по современной музыке на разных специальностях инструментальных. Пару раз там даже появлялся саксофон в списке, то есть, кто-то получал из немецких саксофонистов вот этого мастера современной музыки в ансамбле Модерн, тоже такой, уникальный диплом. Это вот они, получается, сами делали, то есть, они сами свой же диплом, то есть, это не привязано к какому-то вузу университету. к франкфуркской этой хохшуле привязано? Ага, все, теперь понятно. Ну, Франкфурт, это другая земля, поэтому там, ну, вполне возможно, что там есть. Нет, я точно уверен, что... Такого рода коллаборации для саксофонистов, они, если как бы этим увлекаться, если тебе нравится это близко, мне нравится очень заниматься современной музыкой и с композиторами работать, нравится. Поэтому, конечно, в этом есть свое преимущество и какая-то еще не занятая, можно сказать, ниша, причем во всех странах, ну, за исключением, пожалуй, Франции, действительно, и в Голландии, и в Германии, и в России, мне кажется, это, ну, перспективное направление достаточно, то есть коллаборация на почве современной музыки. Я не знаю, каково ваше мнение на этот счет. Так, у нас сидит представитель современной музыки, непосредственно человек, который извергает ее, Аркадий Пелькурец, давай. Нет, но я могу здесь только одно сказать, во-первых, мне этот язык сначала он был... Я видел, я видел, да. Мне вообще этот язык, если мы берем вот в начале, как бы люди говорят, я не люблю современную музыку, социхонисты в том числе, там, язык не близок и так далее. Ну, то есть, когда-то мне он тоже был не близок, но это вопрос времени и вопрос просто посвященности. Мне нужно было просто в это погрузиться, и сейчас я уже не могу мыслить в свое творчество без этого. И в России, ну, в Москве, во всяком случае, очень много сейчас, во всяком случае, инициаторов, инициатив по поводу новой музыки и много ансамблей появляется. То есть, у нас сейчас пока на стадии зарождения все, то есть, нельзя сказать, что у этого есть какие-то большие финансы и так далее, но рост очень, ну, он есть, во всяком случае, я его вижу. Есть интерес, да, есть интерес. Есть интерес, да, и если мы говорим про актуальность, то, ну, в целом, новая музыка, это новая музыка, это явление культуры, и мы не можем это обойти. То есть, это то, что сейчас есть, и значит, это актуально. В таком случае, ну, на мой взгляд, я не могу говорить за Никиту, Рому, например, или кого-то, или Валю, за себя могу сказать, что я не могу это обойти стороной, мне это интересно, и я в этом вижу актуальность. Вот и все. Стоит добавить, мне кажется, что не надо себя ограничивать понятием именно академической современной музыки. Да, да, да. Уже прозвучало в этом разговоре о рок-музыке, да, Тарас? Да, конечно. Своего рода тоже современная новая музыка, и вы не поверите, но вот ансамбли, которые я перечислял, европейские, они дают рок-концерты. То есть, они играют Фрэнка Запу, они играют песни Квин, они играют современную музыку 20-го века при этом. Да, Леша Ретинский, кстати, которого Женя очень хорошо знает, очень любит мешать рок-музыку с тем, что он пишет вообще обычно. И очень много работает с электроникой, электронная музыка тоже очень многогранна, и, опять же, возвращаясь к коллаборациям, вот коллаборации с электронными артистами, да, с диджеями и с электронной музыкой в целом, тоже представляется таким перспективным направлением, как мне кажется, для творчества. Ну вот мы сейчас, я начал работать в Центре электроакустической музыки консерватории, и это все связано с электроникой. Это Леша Наджаров, это другие композиторы, это Николай Попов, то есть, это композиторы, которые пишут для саксофона с электроникой. И вот в Несенке, например, этого нет, кстати говоря. Это есть консерватория, и пока, то есть, никакая другая структура не может дать мне, как саксофонисту, возможности показать саксофон на сцене консерватории, например. То есть, это пока, ну, я имею в виду, если мы говорим про новую музыку, но при этом, вот тот формат, который, я говорю про саксофон с электроникой, это, ну, мне просто, на самом деле, какие-то крылья подарил, потому что это очень классно, это абсолютно что-то вообще неописуемое, это очень круто. Вот, ну, для меня... Там опять-то есть пространство для импровизации, для импровизационных жанров. Да, вопрос, импровизация это вообще отдельная тема нашего творческого... А если, допустим, говорить о более каких-то традиционных жанрах, да, вот, что мы можем перечислить, какие коллаборации позволяют нам держаться, скажем так, на плаву, да? Квартеты? Квартеты, а... Ну, тоже... Существуют ли какие-то квартеты с переложениями, где саксофон может принять участие с такими-то традиционными музыкальными стилями, там, венским классицизмом и так далее? Борочным каким-то, где саксофон может пожить? Или такого вообще, в принципе, нет? И переложения не очень приветствуются. Я уже больше семи лет уже играю в квартете. У нас стабильный профессиональный квартет саксофонистов. Состав такой международный сформировался. И мы... Ну, вот сейчас, к сожалению, у нас весь процесс встал, потому что, если уроки еще можно давать по скайпу, да, а репетировать все-таки в четвером уже сложновато. Поэтому немножко все, конечно, притормозилось с этой ситуацией. Но вот больше семи лет мы уже играем, но опять же, все, как правило, связано с современным репертуаром. Нет, все равно в Европе и существует практика ансамбля, трио с разными инструментами. Допустим, я думаю, вы каждый знаете Чавьер Ларсен, выпускник Гатье, он сейчас без пяти минут уже педагог Кукшули, я думаю, что в скором времени он может и профессор звание получит. Точнее, он уже работает в Кукшуле, ведет у нас ансамбль большой, типа, как это, оркестр саксофонов, как по-русски это называется. Вот. И он играет в трио, у него есть трио, там в состав входит, кстати, тоже русские ребята, там, Вадим Баев, то есть аккордеон и клавир. И они делают, они, собственно, делают переложение, собственно, программу и замечательно существуют с этого тоже. То есть имеют какие-то концерты, имеют гастрольные туры и были где-то они в Азии и по Европе что-то они там было тоже. Потом тот же, ну, стандартный вот этот Альяш Квинтет, он им, это по сути, квартет плюс фортепиано. Они делают, они в основном играют традиционную музыку и какие-то мировые шлягеры, то есть они играют овертюры всяким известным. Театрализуют представления. они немного делают действительно театр, потому что действительно так и есть всякие, что там, или Шихереза Тридского Корсетка, они играли переложение в Биванде, то есть из времен года. У них там огромное количество, то есть они не играют совсем новую музыку, они заказывают специально, они не играют. Представленные представления набирают популярность среди... у них проекты Сабины Майер были какие-то, вот я видел, и именно были, и были именно, что, вот именно, да, театр, они были каким-то сопровождением, каком-то, там, какой-то театральным постановкам, каких-то, то есть вот это вот тоже имеет место быть. Поэтому вопрос только в каком составе. Можно ли, допустим, одно дело, когда это квартет сфонистов клавир, а вот другое дело, когда один саксофон и в окружении куча разных других инструментов, насколько это будет именно в традиционной музыке, в академической. Есть несколько очень удачных примеров состава саксофон и аккордеон. Майкл, ну вот я отскажу. Как такая коллаборация? Альянс. Да, очень, очень, само по себе звучание, оно очень удачное, вот этот слаб саксофон и аккордеона. Интересно. Очень перспективно. Имеет, имеет место быть. Просто есть, нужно делать какую-то программу, делать какой-то состав, то есть делать состав на серьезной основе, не так, типа, вот сегодня паре, поле, завтра играем, пойдем. Вот. И это пытаться предлагать. В Европе есть варианты, куда это предложить. Ты можешь, как у многих коллективов и у многих артистов начинается, например, в Германии начинается карьера. Они идут, они создают программу, делают какую-то, может, небольшую запись, создают там свою биографию, что было, что там хотя бы, что-то, какие-то информации о себе. И они идут по церквям. Они идут в церкви, как это называется, ралютуранские. Они идут церкви. И, допустим, 100-150 церквей. Можно их пешком пойти, можно на электронную почту написать, потому что в каждой церкви есть человек, который занимается музыкой, музыкальной. Там прямо написано, ответственный по музыке. Вот. И они делают, просто рассылают свои какие-то объявления, свои видео прикрепляют и потом получают приглашение. Там они договариваются в каком-то гонораре о том, будет ли это какой-то стабильный, уже и заранее известный, или будет зависеть от проданных билетов, и так далее. И у многих так и начинается, услышали здесь и пригласили туда и все, и пошло дело. То есть не всегда это все происходит через какие-то там выигранные конкурсы и какую-то такую... в российских церквях ты не поиграешь такую музыку. В российских церквях не поиграешь, но... Бог с тобой. Да. Нет, на самом деле, нет, просто в России немало лютеранских церквей, но все равно культура другая. там Виталий Кватуля рассказывал, он в Голландии играл Берио в лютеранской церкви, и все было прекрасно. У нас попробуй, я не знаю, что угодно сыграть. Вопрос такой к Жене. Жень, тебе вопрос. У тебя процент... Ну, какой процент количества концертов проходит в России? А какой процент везде в остальном мире? Хороший вопрос. Я такой статистикой не занимался, думаю, 50 на 50 где-то. Ну, в России прилично концертов. Ну, то есть, как не единицы. мои последние крупные проекты с оркестрами были только в России. В России проще договориться с оркестром, чем в Европе. Я уже не помню, когда я последний раз играл с оркестром в Европе, честно говоря. Я постоянно там выступаю с квартетом или в составе, как я уже сказал, каких-то ансамблей. Что касается больших оркестровых проектов, то есть, концерт там для саксофона с оркестром, грубо говоря, да, или вот я выступал там в Камерном в Новосибирске, выкладываю сейчас на Ютубе эти записи с фестиваля в Новосибирске. Это в России, то есть, такие большие. А Камерные выступления больше, конечно, в Европе. Да, в Европе очень сложно подобраться именно к оркестру. Они очень любят формат такой камерной музыки, на сколько я понимаю на данный момент. Они выбраться именно на, чтобы сыграть с филармонией или в любой филармонии именно как таковой. Нужно быть как минимум европейской звездой. Как минимум с европейским паспортом. Вот это тоже важный момент для них бывает. Может быть, не столько в паспорте дело, сколько просто в статусе самого исполнителя, да? Ну да. Вы, может быть, удивитесь, но тот же Арно Борнкамп, да, или взять Клода де Лангля, они не так популярны в своих собственных странах. На уровне именно широкой публики они не так популярны, они не так широко известны, как могло бы показаться на первый взгляд. В Голландии немножко специфическая ситуация, потому что страна маленькая и очень сконцентрированная, то есть население максимально плотное, информация распространяется максимально быстро, и все-таки там вот специфика вот такого микрогосударства, да, в этом есть свои плюсы, потому что можно действительно как бы довольно-таки быстро раскрутить какой-то тот или иной проект, но опять же будут ограничения в плане значит выхода уже за пределы вот этого микро-мира какого-то, внутреннего, исполнительского. Там уже, допустим, чтобы какой-то проект, который образовался в Нидерландах, да, вывезти его, чтобы на гастроли в Германию или тем более во Францию, это нужно очень большую работу проделать, и главное, чтобы уровень был такой действительно международный. А таких вот локальных проектов каких-то очень много, и они довольно-таки успешно выживают. Не в сегодняшней ситуации, потому что сейчас, конечно же, всем тяжело, но при нормальном стечении обстоятельств они очень так неплохо себя чувствуют. Но, опять же, саксофонистов с оркестрами, с симфоническими или даже с камерными можно пересчитать по пальцам одной руки, и бывают сезоны вообще без выступлений саксофонистов. Я посмотрел позавчера, был прямой эфир в Инстаграме очень хороший с Сашей Рамом, кто знает, Александр Рам, виолончелист. Вот. Ну, мы с ним общаемся, я бывал на его концертах, и вот он там сказал в этом прямом эфире очень хорошую вещь. Он сказал о том, что виолончель инструмент, который, мне это показалось смешным, я думаю, что это кажется смешным, у которого нет репертуара, да, совершенно верно. То есть, как бы мне это все вызвало такое, ну, чего? То есть, как бы, что ты, Саш, ну, ты что? Да ты не знаешь, что такое репертуарное голодание вообще. Вот хотелось... Это третий класс, как у нас, да, третий класс. Да, да, да. Извини, пожалуйста, чуть-чуть ненадолго сверну вот с основной линии разговора, да, просто пока я не забыл по поводу конкурса Чайковского. Ну, то, что там не будет саксофона, было понятно изначально, да? Ну, как там было, был почему-то он в списке изначально. Нет, не изначально, Жень, не изначально. Для многих стало сюрпризом вообще появление категории духовых инструментов. Но речь сейчас не об этом, речь о том, что вот именно на таком классическом, да, опять же, ну, конечно, размытое достаточно понятие, но на таком классическом, да, конкурсе, нужен ли наш инструмент, будет ли он там себя чувствовать в своей тарелке? Убежден, что нужен, потому что есть конкурсы подобного рода, где саксофон, скажем так, проявляет себя очень активно и красиво. Есть же конкурсы, тот же самый Дюссельдорф, да, где саксофон на одном ряду играет с духовыми и для себя он все-таки не такой традиционный, да, в классическом понимании этого слова, да, это не конкурс Чайковского или не конкурс Хорошо, экстремальный пример, который, с которым, наверное, сложно будет спорить. Супер престижный конкурс телевизионный Щелкунчик, где саксофонисты дети, естественно, выступают вместе с пианистами, будущими звездами, победителями конкурса Чайковского. Да, в телевизионной картинке саксофон себя чувствует как раз-таки в своей тарелке. Даже вот не брать формат, что все красиво в розовых очках, мы смотрим на наш любимый инструмент, который блестит золотом. Нет, действительно, с музыкантской стороны мы имеем большие успехи, потому что очень много у нас победителей и лауреатов, которые именно непосредственно первые места занимаются. Матвей Шерлинг, Соня Тюрина, Дима Пинчук, Валя Ковалев, Георгий Джишкариани. Далеко за примерами ходить не надо, понимаете, где саксофон именно выступает в формате классического музыкального инструмент. Да, нет, инструмент, безусловно, яркий, инструмент эффектный и понятно, что у него всегда будет определенное преимущество на таких вот смешанных конкурсах, да? Вы знаете, да, о том, что многие корнетисты недолюбливают конкурсы, в которых смешанные категории с саксофонистами, потому что считают, что у них ну не то, что нет, но максимально заниженные шансы будут на первую премию в сравнении с саксофоном, да? Да, это не лишено, не лишено это смысла, да? Я добавлю, я пытаюсь склонить всех к такому вопросу, какой же нам нужен с вами, вот Женя справедливо заметил, ну это я как бы к тому, что мне интересно это начление, действительно нужен ли там саксофон, я как бы могу абсолютно открыто процитировать ректором Московской Государственной Консерватории, которому однажды сказали, ну нужно саксофон, там это совершенно не тайно, и пусть это все знают, от мошенника к машинному инструменту на таком уровне, был ректором на тот момент, насколько я помню, ну вот, по-моему, это был Господин Соколов, вот, и сказал, а может мне еще ресторан тут вам построить, что еще сделать? почему бы и нет? почему бы и нет? почему бы и нет? там вот такая абсолютно прямая реплика, то есть, ребят, вашим местным в ресторане с вашим саксофоном, это был ректор Московской Консерватории, как бы я это знаю, достоверно, наверное, это и наша ошибка о том, что, во-первых, вопрос касается личностных амбиций, насколько нам надо именно с собой, по-честному признаться, да, вот, бить, пиариться и пиарить инструмент, насколько у нас хватает творческой мощи, чтобы именно блистать и привлекать к себе и к инструменту такое большое внимание, это зависит от нас, лично от нас, насколько, может быть, мы затворники, которым нравится играть современную музыку, собираться в подвалы, так, это что за камень в огород, в огород музыкантов, которые играют на музыку. Ментальный, ментальный, насколько вот у нас хватит творческого потенциала и вот этой энергетической мощности для того, чтобы прорываться в этот мир и взлетать вот на орбиту, на которой сейчас нарисован у нас Аркадий Пикунов, на орбите у нас. Это вот вопрос. Потом вопрос такой, а надо ли? То есть, как вы видите и сами знаете, мы все достаточно часто путешествуем по миру в рамках наших собственных конгрессов, конкурсов. То есть, наш мирок, мир академического саксофона, он очень корпоративен, очень дружен и достаточно самодостаточен. Ни один инструмент, наверное, не может похвастаться такой мировой планетарной сплоченности. Мы все друг друга знаем. Понимаете? Вопрос надо ли? Наверное, можно. Тимоти Макалистер показывает, что это возможно, коллаборируя с известнейшими дирижерами и композиторами. То есть, это, мне кажется, вопрос личностных амбиций. Потом, естественно, также коллективный вопрос. Нам нужно собираться в кучке, собирать свой творческий потенциал и что-то творить, шуметь максимально. Мы с Тарасом пытаемся, и Женя это прекрасно делает, организовывает фестивали с привлечением оркестров, с привлечением медиасредств. То есть, эта работа, она идет, она идет планомерно. Вопрос, опять же, так стоит, нужно ли нам ставить супервысокие и нереальные недостижимые цели. Играть, например, цели, играть со всеми оркестрами мира в лучших залах филармонии. Да, задача может быть такая максимально амбициозна для исполнителя, саксофониста. Но степ-бай степ, давайте делать именно вещи и ставить цели реальные. Что мы можем на сегодняшний день сделать? Провести конкурс, да, конкурсы уже проводили сто раз. Фестиваль, да, по чуть-чуть, по чуть-чуть воспитывать публику, да, вопрос времени. Ну вот, мне кажется, нужно ставить реальные цели и разобраться в собственных силах и амбициях. Наверное, вот так. Да, это... Все бурные аплодисменты. Браво! Это очень хорошая и правильная мысль, по сути, Никит. Возвращаясь к конкурсам, я думаю, что это мощнейшее, конечно, оружие пропаганды, в хорошем смысле этого слова, да, пропаганда инструмента, пропаганда репертуара, но организаторы конкурсов нам не помощники в этом. Вы же видите, что происходит. Про конкурс Чайковского уже сказали. Ну ладно, бог с ним, с конкурсом Чайковского. А инвестмент нужен, да? Не совсем это наша ниша. Чайковский никогда не написал и уже не напишет для саксофона. А также для некоторых других духовых инструментов, которые, по моему субъективному мнению, там, ну... Необязательно. Да. Не будем говорить о Тубе. Статус конкурса, да, для меня с введением этой группы несколько снизился. Но это, опять же, мое субъективное мнение. Ну, конечно, в первую очередь это конкурс пианистов, во вторую очередь всех остальных, а потом уже идут новые... То, как прекрасно играет, например, Матвей Демин, да, и как его открыли миру благодаря этому конкурсу, это, конечно же, только плюс. Плитист. Из Новосибирска тоже. Да, из нашей школы, из десятилетки. Сейчас он в Цюрихе работает. Но это конкурс Чайковского, это совершенно обособленная глыба такая историческая, в которую, может быть, мы и не сможем втиснуться. Но вы посмотрите, что происходит со всероссийским конкурсом. Да. А что там? Но там нет саксофона. Без ложной скромности скажу, что я выиграл впервые в истории этот конкурс как саксофонист сборную группу духовых инструментов. И что произошло дальше? Что ты наговорил? Что в следующем цикле, то есть вот в нынешнем уже цикле, тут же сняли саксофон с номинации. Почему? Вот ответь мне на это. Я думаю, это просто, я могу ответить. Мне кажется, вопрос персональный. Для меня это зададца, потому что... Вопрос времени и связи, мне кажется, да, если так в двух словах. Надо подогнать на людей, которые, может быть, против, слишком, скажем так, законсервированные в своих консерваториях, да, отчасти. Так и есть. Вопросы применения. Допустим, Никита, Никита, ты смотрел, ты смотрел интервью Аркадий Брал с Юрием Борисовичем в Шаппинге? Вот пока не посмотрел еще. Посмотри, там Юрий Борисович рассказывает, и там был момент, когда Юрий Борисович рассказывал о том, что пришел он как-то к директору, по-моему, филармонии Московской, как будто еще там был Валерий Бесалович Георгиев присутствовал на этом моменте, и Юрий Борисович просто говорит, вот, он играет, если хотите, вот его записи, можем сделать ему концерт. Георгиев говорит, пожалуйста, делайте, а потом спрашивает директор вот этого концертного зала или филармонии, я не могу точно сейчас вспомнить, Аркадий Борисович добавил. Филармония, 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 да. И он спрашивает, на чем вы играете? На саксофоне. Подождите, о каком концерте тогда можно идти речь? Вот теперь как бы и ответ на твой вопрос. То есть это вопрос персоналя. Это мы сейчас, Никита, Никита, Ребята, мы сейчас возвращаемся к вопросу, который мы начали в самом начале нашей беседы. Вот об этом занавесе, о том, что люди не хотят меняться, о том, что они очень зациклены своим и не видят ничего дальше своих интересов. То есть динозавры виноваты, да? Когда уйдут динозавры, которые проводят... А мы будем сидеть и ничего не нерадь и ждать. В тот момент, когда они уйдут, мы будем начинать становиться динозаврами и потом уже... Я тоже хотел сказать, что мы сами окаменеем, пока они уйдут. Да, конечно.